Здравствуйте! Вы на канале ИТОН ТВ и смотрите программу «Разбор полетов». Сегодня я ее ведущий Александр Гурарье. Последние дни с телевизионных экранов, из информационных лент мировых агентств нисходят информации о том, что постоянно происходят беспорядки на Храмовой горе. Израильская полиция вынуждена входить туда, подниматься на Храмовую гору, принимать меры к обузданию арабских террористов, хотя бросание камней и бутылок с зажигательной смесью уже в принципе приравнивается к террору, скажем так, арабских хулиганов. Я бы хотел спросить моего гостя, а в гостях у меня сегодня Петр Лекимсон, писатель, журналист, автор книги о Храмовой горе и о стене плача, чтобы он нам пояснил хотя бы кратко, а что же такое вообще эта Храмовая гора, почему внимание всего мира приковано к этой маленькой точке в Израиле, почему она так важна для всех? Смотрите, ну вы меня заставляете в принципе сейчас опускаться в такую глубь тысячелетию, какую опускаться в общем-то, достаточно тяжело, вплоть до самого сотворения мира, потому что считаешь, что на Храмовой горе находится камень моря, с которого началось сотворение земного шара. То есть это как бы основа сотворения нашего мира, действительно своеобразный центр нашей планеты, согласно еврейской традиции, и я не ошибусь, думаю, если скажу, что и согласно мусульманской тоже. История Храмовой горы начинается, так сказать, если брать нашу Тору, то история Храмовой горы начинается с про отца Авраама, когда он решает принести в жертву Ицхака своего сына, не он решает, а когда Бог ему говорит, велит принести в жертву Ицхака, Авраам долго не понимает, о чем идет речь, ведь Бог против человеческих жертвоприношений. Но когда он понимает, что такова его воля, он идет из Бершевы в сторону современного Иерусалима и подходит к горе моря, она же гора Сеон, на которой сейчас расположен, она же Храмовая гора, видит ее издалека, понимает, что это то самое место, где он должен принести в жертву своего любимого сына, и велит остаться Ишмаэлю, своему рабу Илезеру из Дамесака внизу, а сам поднимается с Ицхаком, чтобы принести в жертвоприношение. И вот там происходит главное, одно из самых сакральных событий в истории еврейского народа. Авраам воскладывает Ицхака на жертвенник, ангел отводит его руку, Бог говорит, что так как ты не пожирал моего сына, то я сделаю твое потомство народом вечным. Все остальные народы будут приходить на историческую арену, сходить с нее в свой срок, а евреи будут существовать вечным вплоть до окончания истории. Второй раз мы встречаемся с Храмовой горой в Торе, в то время как сын Ицхака, Яков, бежит от своего брата Исау, после того, как он, как считается, украл у него благословение отца, хотя это первородство, да, первородство, это благословение. Благословение, это было, в принципе, не давало никаких потерянных плак, это было именно благословение. И он бежит от своего брата, и он решает заночевать на этом месте. И там совершается, так сказать, во время сна, ему с ним снова горит Бог, и он видит знаменитое видение, лестница Якова, которая протягивается от земли до неба, по ней сходят и спускаются ангелы, и, как расшифровывает, так сказать, большинство комментаторов Торы, по тому, сколько ангелов спускаются, какие ангелы спускаются, какие поднимаются, перед Яковом представляет вся будущая история, в общем-то, человечества, земного шара, то есть восхождение Осирии, Вавилона, Рима, их последний спуск. Дальше мы вновь встречаем Храмову гору уже достаточно поздно во времена царя Давида. Как известно, царь Давид завоевал Иерусалим, он завоевал у Иевусеев, народа, хананского народа, который евреи пощадили, который остался жить. И вот тут остался жить среди евреев, Иерусалим становится как бы столицей еврейского государства. Я прошу прощения, а мусульмане уже тогда существовали? Нет, о мусульманах тогда вообще никто ничего не знал, потому что не было ислама. Ислам родился значительно позже. Но я вот это и хотел подчеркнуть. Ислам родился значительно позже, и никаких мусульман, так сказать, на горизонте не наблюдалось. Тогда еще и христианство. Не было христианства, естественно, задолго до христианства, скажем так, это минимум за тысячу лет до рождения христианства, минимум. И, естественно, арабов как таковых не существовало, были некие протоарабские племена, скажем так. Вот, и когда Давиду, Давид очень хочет построить храм, Бог ему этим отказывает, потому что на руках Давида пролита кровь, Давид был воином, много воевал, и человеку, у которого на руках столько крови, не может построить храм Богу, который, в принципе, предназначен для всех людей Земли. И вот, но Давид решает купить место для храма и понимает, что это место, там, где находится камень моря, на котором Абрам приносил жертву Исаака, камень, который лежит, так сказать, в основе нашего мироздания. Есть очень много легенд по этому поводу, я просто хочу напомнить то, что напрямую говорится в Тории, чтобы не углубляться в подробности. Он решает купить землю, эту храмовую гору, у Иусея Арнана, достаточно богатого землевладельца, и тут говорит, царь, какие между нами могут быть разговоры, добери в подарок, как я могу брать все деньги. Но Давид наставит, чтобы тот взял у него тысячу золотых шекелей. Тысячу золотых шекелей – это огромная по тем временам сумма. Шекель тогда была не монета, это весовая единица. Вот, огромная астрономическая сумма он заставляет купить, принять эти деньги. И усея для чего? Чтобы никто не сказал потом, что евреи захватили эту землю, что она им не принадлежит, эта земля куплена евреями. Она принадлежит, это наш наследный удел. Это очень важный момент. Ну, потом Давид пытался, кстати, построить храм, но тоже есть очень красивая легенда, что когда он начал закладывать фундамент, он добрался до слоя, когда понял, что дальше идти нельзя, потому что придет к разрушению всего, что вокруг. Храм строит царь Соломон, это первый храм. Потом евреев угоняли, у нас было Вавилонское изгнание. Потом было, мы, евреи вернулись, в Вавилонии разрушили храм. На основании евреи вернулись, построили второй храм. На том же самом месте, на храмовой горе. План храма был такой же. Единственное, что в кодыше Кадашим уже не было. Ковчега Завета, который бесследно исчез, и который является, так сказать, тем самым артефактом, найти, который мечтают все археологи, мы помним это самое. Сколько фильмов снято на этой теме. Сколько фильмов на этой теме снято, совершенно верно. И евреи снова строят храм, Ирод его потом еще украшает, расширяет и так далее, на том же самом месте. Потом, мы знаем, было еврейское восстание, римляне разрушили, на этой земле была пустошь. И дальше это уже, в принципе, рождение христианства, когда византийцы, в принципе, владеют Иерусалимом, христиане, они строят на этих местах в Иерусалиме свои церкви, евреи практически изгнаны из Иерусалима. Но для христиан это место, вот это конкретное место, оно ничего из себя не представляло. О, очень интересный вопрос. Безусловно, они искали, где был храм, потому что с храмом связано очень много событий в жизни Иисуса Христа, и это известно. Там и завеса упала, когда... Да, еще в принципе, христианство признает Ветхий Завет как основу, поэтому все, что происходило согласно Ветхому Завету, тоже для христиану важно. Это понятно, что они на храмовой горе сами ничего не строили. Предполагают, что они просто не знали, где это место точно. Когда они пришли, евреев уже в Иерусалиме не было, евреям было разрешено раз в год, на 9 авгу, приближаться к стене плача, единственная стене, которая уцелела после разрешения храма, причем она уцелела тоже, множество легенд существует по этому поводу, естественно, почему цветы ее не разрушил. Вот, и смотреть на нее издали, это единственное, что им разрешалось тогда. Вот, а и, видимо, христиане действительно не знали, где же расположена храмовая гора. Крестоносцы этого точно не знали, но крестоносцы были позже. А вот у нас наступает уже 7 век, и это век ислама. И постепенно ислам расширяет свои границы, и раздвигается. И вот тут с храмовой горой связана действительно одна из самых главных легенд в исламе. Легенда, не легенда, а, так сказать, сура Корана, сура о ночном восхождении пророка Мухаммеда в храм. И вот все разногласия между, почему мусульмане претендуют на храмовую гору, только потому, что существует вот эта сура, и существует эта легенда, что как-то ночью Мухаммед почувствовал странное томление, встал, понял, что он должен выйти куда-то подняться, он вышел, по дороге он перевернул кувшинчик с медом, наступил на него, но не обратил внимания, потому что он чувствовал, что она выходит как можно быстрее. И он видит, что стоит, значит, у ворота его шатра чудесное существо Эльбарак с телом лошади, с лицом женщины, крылатая. Он садится на этого Эльбарака, и тот доставляет его в Иерусалим. И тот доставляет его… Слово Иерусалим, кстати, опять-таки, по этому поводу тоже много споров. Нету в Коране слова Иерусалим. И тот доставляет его в Элькут, мечеть отдаленную. Но по контексту действительно мы понимаем, что это Иерусалим. Почему? Потому что Мухаммед оказывается вдруг в храме. Такая мечеть уже была там на этом месте? Никакой мечети не было, там ничего не было. Но Мухаммед оказывается в храме, в еврейском храме, в Иерусалимском храме, где увидит, что в нем молятся все пророки. Он присоединяется к сону еврейских пророков, опять-таки, которые там молятся, и встречает и видит прорцов еврейского народа, которые одновременно являются пророками Ислама, Авраама, Исхака, Якова. Они называются немножко по-другому, Ибрагимы, Исхак, Якуб, но это те же имена, видит величайшего пророка Муше, то есть Мусу, и так далее, и так далее, и всех остальных пророков. И поднимается на небо, где Бог ему дает 50 молитв, значит, дает, предлагает ему сначала воду, молоко, вино, и он отвергает, значит, выбирает, делает правильный выбор, отвергает вино. Вот. И Бог ему дает 50 обязательных молитв, и когда он спускается вниз, его встречает про отец Авраама, Ибрагим, про отец, кстати, и арабского народа, безусловно, потому что Ишмаэль, это сын Авраама, вот, и говорит, что 50 молитв, это невозможная ноша, подними для человека, ты взял, ни один твой верующий этого не выдержишь, поднимись, опять спустите число молитв. Он поднимается наверх, сбивает... Извините, сходите, поторгуйтесь, так же? Да-да-да, сбивает число молитв, я не помню, уже до 40, потом встречает Исхака, и тот ему говорит, послушай, как это тоже очень много, иди поднимись снова, сбей, он сбивает до 30, встречает Якова, тот говорит, 30, это тоже неимоверно много, у нас всего 3, вот, давай-ка это самое, поднимайся снова, сбивает, потом встречает, естественно, как вы понимаете, Моисея, Мусу, и тот тоже сбивает, встречает, по-моему, Иосифа, прекрасного, Иосифа, как его называют в Коране, и вот, в конце итоги, они остановятся, договорятся на 5 молитвах, и тут Мухаммед понимает, что дальше сбивать нельзя, и поэтому, в Исламе сегодня 5 обязательных,